Внешне корпус реализован достаточно привычно. Крашены матовой краской металл, матовый черный пластик и металлические сетки. Большую часть передней панели традиционно занимает как раз именно сетка. Оптические приводы, которые могут устанавливаться в количестве двух штук, и картейдер, оказываются закрытыми откидной дверцей, держащейся на магните. Причем верхний привод будет закрыт на одну треть, а для доступа к его лотку предусмотрена дублирующая кнопка. Крупные кнопки, включение и reset, и не менее крупные индикаторы находятся в самом верху передней панели. А все дополнительные фишки размещены еще дальше, на верхней панели. Здесь вы обнаружите два привычных разъема USB 2.0, два скоростных USB 3.0, два аудиоразъемчика, два регулятора для вентиляторов и даже разъема быстрого подключения SATA накопителей. В общем, все понятно и остановиться хочется только на регуляторах. С помощью каждой из двух ручек можно раздельно управлять частотой вращения передних и верхних кулеров. Их здесь, кстати, тоже установлено по два. При реализации внутреннего устройства производитель в основном использовал проверенное решение, можно сказать классику. Но без интересных моментов не обошлось. Все части корпуса изготовлены из металла толщиной 0,6 мм, который со всех сторон покрыт черной порошковой краской. Жесткость конструкции при этом получилась средней. Стойкость к царапинам высокая. Материнская плата крепится при помощи стандартных стоек. Корпус полноразмерный, поэтому можно устанавливать даже полноценные платы форм-фактора ATX. Для быстрой замены процессорного кулера, что требуется на некоторых платформах, имеется сквозное окошко. Вместо куска корзины для жестких дисков установлен пластиковый держатель, к которому прикреплен вентилятор размером 120 мм. Предполагается, что этот кулер будет нагнетать воздух на видеокарты, тем самым помогая их охлаждению. Кстати, в случае использования длинных графических ускорителей, можно воспользоваться дополнительными поддерживающими элементами, но особого толка от них нет. Блок питания монтируется в нижней части. Здесь для него даже предусмотрены небольшие пластиковые стоечки, жалко, что только без резинок. Для охлаждения комплектующих в корпусе уже по умолчанию установлено 5 вентиляторов размером 120 мм. А еще три места, два сбоку и одно снизу, остаются пустыми. Но сами вентиляторы понравились нам не сильно, так как шум от их работы получается вполне ощутимым. Причем наибольшая претензия к двум верхним, ибо из-за своего положения они даже слегка пощелкивают во время вращения. В общем, не очень тихо.